привет друзья приветствую всех на своем канале меня зовут юлия митро и сегодня я подготовила для вас довольно таки объемный обзор объемный информативный и конечно же очень интересный ну и как вы поняли уже из названия обозревать мы сегодня будем мои находки и новинки в магазине fix price так как мой канал о скрабукинге и о материалах для творчества поэтому в магазине fix price я целенаправленно высматриваю какие-то новинки находки какие-то интересности которые помогут мне в творчестве возможно будут интересны вам вашем творчестве в частности находки и новинки для скраба ну конечно же всякие интересности для организации творческого пространства какие-то интересные органайзеры в общем любые прекрасы любые полезности которые пригодятся на с вами в творчестве ну или для красивого возможно кадра или конечно же домашнего и творческого пространства так что если вы любите такие видео и вам самим лень идти fix price и что-то высматривать я уже все сделала за вас поэтому друзья приглашаю всех просмотру готовим вкусняшки наливаем себе чаек ну или возможно берем что-то поскрапить и погнали смотреть по правде говоря я не ожидала что в летнее время за такой короткий период fix price привезут столько много интересного столько интересных новинок ну как говорится никогда такого не было и вот опять но все-таки я действительно за практически неделю две недели прогулок по фиксу нашла много всего интересного и предлагаю вам присоединиться и посмотреть их вместе со мной начну я пожалуй по традиции с декоративного отдела всегда там есть какие-то новиночки всегда там есть что-то интересное и номер один это вот такая интересная плетеная корзинка она небольшая буквально 16 сантиметров по диаметру она не совсем круглая скорее форма напоминает такое сердечко корзинка очень гибкая плетеная из таких резиновых трубочек то есть она пластичная не тугая такая вязка и в принципе за ее цену я бы не сказала что это сильно плохой декор плохой органайзер где-то в творчестве всяком случае 3 рубля белорусских это где-то до 100 рублей россии за вот такую маленькую корзинку вполне себе приемлемая цена по цвету у нас фиксии были белые корзинки мятные корзинки и что-то между таким бледно-персиком и бежевым цветом в принципе корзинка мне понравилась она довольно интересная актуальные оттенки в любом пространстве я думаю будут гармонично смотреться но осталось только решить нужно ли это вам следующая маноходка в декоративном отделе это вот такие пышные довольно таки объемные веточки для декора в составе идут пять штучек веточек цвета представлены в ассортименте и знаете даже цветовая палитра довольно таки объемная можно выбрать самую разнообразную цветовую гамму ну или какая веточка вам понравится они довольно таки пушистые а если их не трогать издалека они похожи на такие длинные веточки с перьями а вот по ощущениям эта штука декоративная скорее напоминает но если правильно так сказать это такая метелка от пыли вот я сюда вставлю картинку посмотрите потому что я ужасно не люблю это слово пипедастер вроде в общем сейчас я фу сейчас ошибусь есть меня будут все смеяться короче по ощущениям вот это именно она вот такая метелка но выглядит куда более прилично по цене в нашем фикс прайсе за такую веточку точнее набор из пяти маленьких веточек хотят 7 рублей белорусских это получается где-то 200 рублей россии и у нас еще фикси по карте можно было купить эту ветку со скидкой 5.95 ну я не знаю это у нас наверное чисто акционная такая штука поэтому посмотрите сколько она стоит у вас ну и вообще нужно ли это вам возможно где-то для красивого кадра положить или поставить в доме будет прикольно ну мне чисто было интересно заснять и показать вам следующая интересная находка скорее больше подходит для организации дома для организации творческого пространства тоже подойдет и скорее творческого пространства в таком натуральном стиле в к стиле потому что сейчас речь идет про вот такие интересные натуральные кашпо фикс прайсе представлены два размера 12 с половиной сантиметров маленькие и 16 сантиметров по диаметру в принципе по качеству они нормальные мне понравились внутри там находится целлофан потому что кашпо действительно для цветов не просто корзина без ничего нет внутри все хорошо качественно сделано проработано этот целлофан можно убрать и задействовать корзину под хранение того чего нужно будет именно вам но по цене могу сказать что не совсем бюджетно потому что маленькая кашпо она буквально сколько 12 сантиметров очень небольшое по цене она выходила 6 рублей это до 200 рублей россии это наверное 180 190 где-то рублей а вот большое получается 7 рублей чуть чуть дороже но все равно ценник довольно приличные поэтому посмотрите сами нужно ли такое вам но мне в принципе понравилось тем более тем кто организует свое пространство в таком природном варианте в таком природном антураже ну действительно я думаю подойдет посмотрите возможно у вас фикси они стоят и вы на них обратите свое внимание к нам fix price снова заехали интересные декоративные металлические корзины довольно таки крупные корзина с ручкой витиеватый декор по бокам по сторонам этой корзины весьма выглядит привлекательно но к сожалению качество ну такое обычно мне говорят что я нахваливаю fix но ребята правда вот по этим корзинам я их уже видела и привозили наверное где-то зимой и привезли еще раз кто не видел можете вот зайти посмотреть может у вас они тоже есть металл слишком гибкий качество не очень тем более если иметь ввиду что это просто сталь окрашена то есть это не не ржавейка какая-то если вы будете ставить такой рядом с водой или протирать тряпочкой влажной ну это все в конце концов покроется ржавчиной и я не скажу что по качеству она действительно какая-то хорошая вот эти все завитки по сторонам корзины очень гибкие слишком гибкая и вся она буквально цепляется за все гнется в разные стороны короче крайне некачественная штука вообще не советую вот у нас фикс прайсе были представлены три цвета белая такая бледно-розовая корзинка и еще черная и причем цена у нее девять рублей не сильно дорогая по сравнению с вот теми качественными корзинами которые я вам показывала я считаю что не стоит оно того качество абсолютно не очень прям очень не очень поэтому не рекомендую но как посмотреть можно следующую новинку у нас фикс прайсе я видела у других девочек в обзорах это новинка салфетница представлена у нас фикс прайсе в двух размерах она приятного натурального такого соснового оттенка и честно говоря она меня несколько удивило потому что когда я взяла в руки эту салфетницу она была знаете по весу как пенопласт очень легкая и когда читаю в описании что это там написано дерево я так извините конечно ну никакое дерево с так легко вообще не весит она крайне легкая я не знаю из какой фанеры из какой опилки из какой прессованной штуки сложена эта салфетница но это определенно не дерево не может дерево действительно столько мало весить практически невесомая и естественно от того что она невесомая вопрос насколько ли эта штука долговечная конечно по желанию можно ее переделать задействовать где-то в скраповом пространстве два размера в принципе весьма удобная можно всякую мелочевку хранить можно вообще как бы в эти салфетница хранить там какой-то декор но по цене могу сказать что не бюджетно что маленький размер что большой стоит 7 рублей белорусских это где-то 200 250 рублей россии ну дороговато как по мне поэтому смотрите сами нужно ли такое вам следующая новинка у нас фикс прайсе это вот такое вот декоративное панно в виде рыбы представлены в ассортименте в ассортименте по цветам панно из плотного фетра наклейкой основе в наборе идут две кнопки для того чтобы закрепить это панно и цвета действительно очень приятные были синие голубые оранжевые есть совсем нейтральный бледно такой серый цвет в общем можно разместить где угодно можно украсить этой рыбой свое творческое пространство на кнопочках закреплять какие-то вдохновляющие штуки знаете сделать такой импровизированный модборд ну и плюс этого панно в том что стоит она совсем бюджетно 3 рубля надеюсь я не ошиблась но цена стояла именно под этим панно поэтому 3 рубля белорусских это где-то 100 рублей россии чтоб не перепутать цена очень маленькая а штука довольно таки годная обратите внимание вдруг это очень-очень нужно снова у нас фикси появились уголки для фотографии тоже более приближенная тема к скраббукингу наборчики разноцветные сами уголки пластиковые в наборе 102 штучки по цене получается два с половиной рубля за вот эту вот пластинку это где-то 55 60 рублей россии недорого в принципе если срочно нужны уголки для фоток обратите внимание в принципе я могу посоветовать штучка довольно таки годная а вот от покупки следующие новинки и свои находки я абсолютно не смогла удержаться поэтому что штука довольно таки классная в отделе с упаковкой я нашла вот такую классную самоклеющуюся бумагу с глиттером у нас фикси было всего два цвета и такой благородный а светло-бронзовый оттенок и зеленый оттенок я прикупила себе одну из них вот так она выглядит вот так можно посмотреть на нее каши же от не отрезала здесь в принципе большая довольно таки трубочка намотка получается 45 на 100 сантиметров это довольно таки много самоклейки которые конечно же можно украсить всякие подарки можно наклеить на разные декоративные коробочки в общем украсить и все что угодно плюс классная блестяшка но естественно я на нее обратила внимание совсем по другой причине как вы знаете кто смотрит меня давно я покупаю под новый год себе на алиэкспресс скотч с глиттером и я его использую для того чтобы делать вырубку обклеивать какой-то картон какие-то бумажки и потом делать на этом фоне классную вырубку можно посмотреть образец что из этого дело к чему я прибегала скажем так для создания новогодней красоты и когда я увидела эту самоклейку у меня прям глаза загорелись потому что но блин вы посмотрите это огромный объем блесток скажем так это куча куча бумажного скотча который я покупаю на алиэкспресс и вот для сравнения смотрите вот такая вот намоточка скотча с глиттером здесь конечно глиттер более такой насыщенный благородный но я просто для примера показываю что вот такая вот намотка скотча здесь где-то 10 метров получается по ширине полтора сантиметра стоит сейчас такой скотч порядка двух долларов и это довольно таки существенно тогда как вот это самоклеющаяся бумага в огромном объеме стоит всего 3 рубля 3 рубля ребята это где-то 100 рублей россии это вообще ни о чем это очень дешево и естественно у меня глазки загорелись и я себе ее приобрела по составу могу сказать что она тоненькая ее просто так использовать на вырубку не пойдет потому что она действительно очень очень тонкая и только ее клеить на что-то другое придется можно вот здесь вот посмотрите сейчас отклею краешек и вы увидите что сама сама клейка довольно таки тоненькая вот видите я ее так вот делаю и можно посмотреть что она действительно ни о чем очень тонкий слой но клейки слой довольно таки приличный если вам будет не хватать всегда можно бумажку намазать каким-то клеем тем же клеем карандашом только хорошим качественным ну или просто каким-то тонким слоем клея и приклеить сверху самоклеющуюся бумагу и потом уже сделать вырубку я конечно же это попробовала и сделала и хочу вам показать какая классная просто обалденная получается вырубка очень детальная благородная мне очень нравится этот оттенок бронзы потому что это не совсем золото это такой светлый светлый приятный бронзовый оттенок и какая классная в итоге получается вырубка из минусов могу сказать что не всегда удобно вырубать какие-то мелкие детальки все-таки у бумаги есть клейкий слой который не всегда выходит ну чисто вот здесь допустим вот в этом замочке не захотели сразу вылазить вот эти точечки потому что еще раз говорю все-таки есть клейкий слой и приходится вот так вот почищать удалять вот здесь видите вот он остался приходится немножко поковырять что-то возможно придется дорезать что-то придется дыровать но в целом вуаля практически все чистенько и держится и круто очень сильно выглядит я попробовала даже вот такие вот тонкие ажурные части усилила слой для того чтобы чисто прорубилась но из-за того что это именно самоклеющаяся бумага то есть есть какой-то клейкий слой и он хороший клейкий слой тяжеловато было доставать вот эти вот мусорные детальки но в целом все достала все прорубилась и выглядит вырубка ну просто потрясающе вы посмотрите какой классный декор короче друзья я максимально всем эту штуку рекомендую кто хочет себе вырубку с литером кстати клеила на крафт картон обычный и ничего не использовала сверху на меду между слоями между этой бумагой и между крафтом ничего нету никакого клея все само прекрасно держится и выглядит как видите просто потрясающе так что друзья максимальные мои рекомендации по этому картону я скорее всего пойду и докуплю еще себе зеленый на будущее потому что ну новогодние работы я думаю с зеленой вырубкой будет потрясающе кстати вот я еще попробовала тут максимально резную надпись чистить я было очень сложно я много чего подрезала но тем не менее это того стоит 3 рубля за огромный огромный рулон классной блестяшки я считаю это просто максимальные лайки так что кто любит всякие блестяшки кто такая же сорока в общем как и я и кто планирует добавлять блеска в свои работы а блеск кстати можно добавить не только в новогодние можно добавить в праздничные в день рожденческие в детские в свадебные работы короче куда вам только заблагорась судится и куда вам захочется поэтому друзья не сидим на попе идем фикс и кому очень нравится кто хочет обязательно смотрим в отделе с упаковкой такая штука вас ждет далее среди декора я обнаружила вот такой прикольный органайзер тире сумка тире мешок из качественного хорошего плотного фетра у нас магазине был представлен с надписью sweet home милый дом этот органайзер не сильно бюджетный стоит он 12 рублей белорусских это где-то 400 наверное рублей россии у нас только в одном цвете был серый выглядит очень стильно еще раз говорю фетр плотный качественный и пошив тоже довольно таки солидный то есть нигде никакие ниточки не торчат и выглядит ну довольно таки круто такой органайзер можно использовать конечно же для хранения всякого добра в вашем доме я бы наверное предпочла хранить в нем свернутых трубочку кожзам допустим или замшу в рулонах в общем такая рулонная штука потому что органайзер довольно таки большой он где-то до 30 сантиметров в высоту поэтому обратите внимание если у вас такой будет я считаю что 12 рублей за такую штуку совсем недорого тем более он выглядит весьма качественно и солидно ну и кроме скрапа у какого-то творческого пространства я думаю эту штуку можно задействовать у себя в доме поэтому обязательно посмотрите мне очень понравилось плавно перемещаемся в мужской отдел и осторожно наблюдаем здесь за всякими интересными штуками должна отметить что под предыдущим обзором из fixprice мне в комментариях отметили что ножи канцелярские и строительные очень плохого качества ребята я обозреваю такую тему я не пробую далеко не все пробую поэтому посмотрите для себя я знаю что канцелярский нож в принципе по своей сути он везде хлипкий я не видела хорошего канцелярского ножа вот обычного который бы держался очень долго поэтому такая цена я считаю ну небольшая цена я считаю в принципе оправданной в обычном магазине этот нож стоит дороже и так плавно и медленно дрейфую в мужской отдел в котором в этот раз я насмотрела вот такой интересный набор пинцетов набор состоит из четырех штук четыре разных пинцета с разными такими наконечниками единственное что мне в нем не понравилось это наверное красные ручки выглядят прям ну такое фуда прям вот реально мальчуковый отдел не мятные они ними и не розовые поэтому немножко не девочка вы такой подход они не стильно совсем таки скажем выглядит по своему внешнему виду конечно очень сильно отстает от скрапа но если кому-то вдруг срочно нужно обратите внимание наборчик не особо дорогой всего два с половиной рубля это где-то получается 50 60 70 рублей россии в общем кому ждать лень пинцетов с алиэкспресс посмотрите возможно вам понадобится еще одна новинка которую я не могу не отметить это двухъярусный органайзер для всяких мелочей который также у нас появился в мужском отделе выглядит органайзер весьма солидно опять же два яруса 8 отделений стоит он довольно таки прилично 9 рублей за такой органайзер я считаю ну наверное дороговато потому что свой органайзера который вам показывала пластиковая покупала по 4 рубля и там 10 отделений а здесь получается 8 отделений всего-то и место получается меньше хотя органайзер по размеру больше и больше места занимает короче ну такое как по мне но дороговато хотя пластик довольно таки плотный и качественный поэтому тоже на ваше усмотрение посмотрите возможно вам такое нужно вам такое нравится и возможно вам форма понравится или размер органайзера подойдет в общем ребята я обозреваю я вас знакомлю с новинками а вы уже идете фикс и смотрите нужно ли это вам среди моих новинок и находок у нас фикс прайсе я не могу не отметить набор белых гелевых ручек в составе 4 штук которые уже девочки показывали в своих обзорах но я также их нашла у нас причем я нашла это в фикс прайсе возле моего дома они возле работы что удивительно очень отличаются некоторые позиции много чего нет возле работы но при этом есть фикси у дома короче странности видите вроде один город а в магазинах порой очень тяжело что-то найти белые ручки с толстым стержнем гелевые классные а я такие ручки использую для работы в кассовом стиле мне нравится добавлять детальность этими ручками и как вы уже поняли я не могла их не прикупить а давно все купили и мне тоже очень очень сильно надо было в общем я решила взять раскрыть их и протестировать вместе с вами вот так вот выглядит ручки довольно таки и стильно белый стержень мы давайте одну из них распишем а вот такой вот толстый наконечник мне это больше нравится чем тонкий ну давайте порисуем посмотрим здесь у меня есть немножко бумажки ну и вот здесь давайте посмотрим порисуем я уже расписала ручку и в принципе вот можно посмотреть что все отлично пишет крафт немножко рыхлый и скажем так неоднородный по фактуре но в целом как видите все практически хорошо работает так надо и расписать вот все все замечательно пишет все замечательно рисует хороший плотный белый цвет так что ручки действительно очень очень-очень классные за этот набор у нас фикси хотя 3 рубля это где-то 100 рублей россии не помню сколько у девочек стоил он в обзорах но во всяком случае у нас беларуси по 3 рубля и кстати черный гелевых ручек фикси тоже довольно таки много всякие разные фирмы были я помню брауберг и берлинга фирма посмотрите ценовая вариация тоже от двух с половиной до четырех рублей белорусских это где-то пятьдесят сто сто двадцать рублей россии вот так что я себе урвала вот такие классные белые ручки спасибо а не каяни за наводку а не тебя привет в общем буду пользоваться очень довольна потому что с белыми ручками порой бывают проблемы вот а вот черные не знаю я покупаю себе в обычной канцелярке стержни и в принципе живу себе кайфово вот так что за белыми обязательно сходите кому надо штука классная также у нас фикс прайсе я обнаружила довольно таки классную штуку а именно черную бумагу формата а4 набор в 50 листов это тонкая бумага всего 80 грамм то есть это по плотности такая же бумага как офисная вот это огромная в пачке только здесь ее всего-то 50 листов но действительно хороший плотный черный цвет я была удивлена такого раньше не видела ну вот по стоимости могу сказать что совсем не бюджетно за такой наборчик хотят 7 рублей хотя возможно и бюджетно не знаю ребята никогда не видела никогда не покупала обычно предпочитаю брать черный картон или черную там пастель акварель короче любую плотную черную бумагу а здесь вот такая вот тоненькая возможно кому-то понадобится для блокнотов или каких-то декоров общем посмотрите если у вас такие наборы в канцелярском отделе штука довольно таки приличная 7 рублей белорусских и это где-то 200 250 рублей россии швейном отделе я обнаружила новые наборы не так нитки в наборе по 12 штук в этот раз у нас была представлена желто-синяя палитра также в этом наборе присутствует один белый и один черный цвет очень приятная цветовая палитра и хорошие в принципе нитки они очень даже хорошие по намотке мне понравилось и плюс этого набора в том что он стоил всего-то 4 рубля белорусских это где-то 120 150 рублей россии ну я бы сказала лайк потому что нитки у нас стоит совсем недешево сейчас ну и как бы 1 рубль обычно стоит вот один моток ниток а здесь получается 12 штук за 4 рубля довольно таки выгодно так что кто занимается шитьем с альбомами кто работает кто блокноты шьет ну и вообще кто работает с ниточками обязательно посмотрите я считаю что штука годная невозможно обойти стороной стеллажи с разными органайзерами в этот раз у нас фиксе появились новые органайзеры для хранения довольно таки крупные спереди есть выемка формат этого органайзера 30 сантиметров на 20 сантиметров и 14 с половиной сантиметров по высоте органайзер представлен в ассортименте это очень близко от серии лофт по стилю у нас есть мятные есть белые и есть такой бледно-голубой оттенок по качеству могу сказать что пластик довольно таки плотный не гуляющие поэтому цена в 4 рубля это где-то 120 150 рублей россии вполне оправдана не знаю как по формату нравится вам такой или нет но я бы хотела его отметить тем более же любимые всеми мятный цвет поэтому посмотрите нужно ли такое вам но я считаю что органайзер вполне себе приятный мы уже говорили в обзорах про металлические корзины и в этот раз я также заметила что привезли новый формат металлической корзины только в более глубоком варианте классная корзина я уже отмечала показывала вам обзорах у нас фикси есть также белый и черный цвет формат получается 30 сантиметров на 20 сантиметров материал в сталь просто окрашенная сталь поэтому такой вариант органайзера нужно хранить подальше от воды ну или ставить там где вода просто на него не будет попадать иначе корзинка просто заржавеет такой формат корзины позволяет хранить в нем допустим бумагу для скрабукинга или опять же ткани или еще какой-то большой высокий декор цена у этой корзинки поменьше чем у другого варианта который чуть пониже она стоит 12 рублей это где-то 300 350 рублей россии честно говоря чесались ручки ее приобрести но мне пока что такой органайзер дома не нужен но выглядит солидно поэтому могу поставить ему лайк еще одна интересная находка в магазине fix price это вот такая интересная двусторонняя термосалфетка одна сторона этой термосалфетки в виде пробки с рисунком интересный такой рисунок набиты другая же сторона представляет собой ну наверное кожзам или к кожу в общем по ощущениям что-то типа кожзама я почему на нее обратила внимание я такие штуки пускаю на вырубку вырубку большими толстыми ножами я имею ввиду ножи биксы от тимхольца и сизикс у кого такие штуки есть и кто заинтересовала обязательно посмотрите тем более салфетка недорогая формат ее классический всем известен и стоит она 3 где-то 3-4 рубля белорусских это 100 120 рублей россию нужно 150 меня тут конечно больше заинтересовала сторона с кожей ну типа под кожу то потому что возможно возможно попробовать эту штуку использовать как декор где-то нарезать возможно где-то на хлястик можно пустить кто делает планеры возможно где-то вам пригодится в декоре я такую штуку правда не знаю куда пускать у меня есть ножи биксы я бы наверное попробовать чистого как вырубку интересную сделать фактурную такую интересную детальную но возможно те люди которые занимаются планерами всякими обложками на паспорт и всякими такими более галантерейными штуками обратят на это внимание возможно вам это будет полезно всяком случае зайдите посмотрите штука довольно интересная ну и последний на сегодня отдел в котором я также нашла много всего интересного это отдел кухонный кулинарный начнем именно с кулинарного в этом отделе я нашла вот такую разделочную круглую доску по материалу написано что это дерево ну на дерево правда не очень похоже но или это возможно какое-то дешевое дерево потому что у доски есть свой вес возможно это бамбук но я покупала себе подобную штуку в таком же цвете по-моему это была подставка для больших вот этих рулонов салфеток и от попадания воды на него вот эту штуку просто повело то есть дерево пошло волной у меня был шок больше таких штук вот чисто для кухни не покупаю потому что дерево ничем не обработан то есть никакого лака никакого закрепителя сверху нету и возможно у этого продукта будет деформация хотя эту доску можно приобрести покрыть лаком и использовать допустим ее для подачи пиццы или каких-то интересных таких блюд закусок но так как мы с вами говорим здесь про творческие процессы про творческие штуки конечно этот кругляш красиво можно расположить где-то в кадре использовать для съемки ну и показывать на нем вырубку примеру или какие-то вот прекрасы когда им что-то здесь красиво показываю не на руках вот чтобы это было как вот так вот вырубка а чтобы красиво было на дощечке в общем кому нужна была такая демонстративная или как-то правильно сказать демонстрационная штука посмотрите кругляш довольно таки приличный в нашем фикс прайсе цена ему 6 рублей это где-то 200 рублей россии посмотрите еще одна очень интересная штука которая насмотрела в кухонном отделе это вот такая классная сушилка для посуды выглядит она как небольшая такая деревянная лесенка формат этой сушилки 32 и 5 сантиметров по длине 13 с половиной сантиметров по ширине и ширина вот этих палочек получается 11 с половиной сантиметра сушилка сделана из бамбука и я на нее обратила внимание еще когда увидела по-моему то ли в инстаграме у кого-то то ли на канале у дичонок российских кто ведет именно обзоры по фикс прайсом она очень классная и интересная для хранения допустим бумажки то есть ее можно собрать вот эти палочки классно стоят и можно допустим хранить бумагу можно хранить нажиток чип-борд в общем это такой интересный в природный скажем так эко органайзер который и красиво выглядит и хорош для хранения также из этого органайзера можно сделать допустим полочку на стол то есть а сложить вкрутить палочки и поставить один на другой и у вас получится два яруса прикольно прикольно причем полочки эти но я имею ввиду сама вот эта лесенка по качеству довольно таки плотная поэтому даже для организации места на столе для хранения каких-то мелочей я думаю будет очень даже круто по цене такая штука получается 6 или 7 рублей белорусских это где-то 200 250 рублей россии ребята штука очень интересно у кого вот рабочее пространство в таком природном стиле обязательно посмотрите ну или в крайнем случае кто хочет можно конечно же всегда ее покрасить также в кухонном отделе я насмотрела вот такую прикольную круглую щетку сосновой деревянной из очень жесткой прям максимально жесткой щетиной почему на нее обратила внимание ну потому что многие в обзорах показывают вот эти вот чудесные роликовые щеточки которые чистят вырубку я к таким щеткам отношусь весьма скептически потому что стоит они дорого сам принцип работы вполне себе можно повторить инструментом из того же строительного магазина или допустим как здесь прикольная круглая щетка во-первых очень очень жесткая щетина то есть когда вы будете чистить нож и вот прочищать этой щеткой саму пластину щетинки будут попадать в дырочки и не будут обламываться не будут деформироваться как по мне качество этой щетки вполне себе достойное внимание и возможно кто-то из вас захочет приобрести и попробовать ее не как кухонный скажем так гаджет для чистки там картошки морковки там всего такого природного и домашнего а именно в скрабукинге как вот такой элемент для чистки ножей во всяком случае мне понравилось я не знаю как вам я такие штуки легко используют для чистки ножей когда вижу вот девчонки покупают эти жутко дорогущие щеточки прям вот прям не знаю ребята конечно дело ваше но я считаю можно поискать альтернативу тем более есть такие прикольные варианты и да по цене щетка получается 6 рублей белорусских это где-то 200 рублей россии цена солидная ну и качество весьма достойная еще одна находка в кухонном отделе это пластиковая минажница на 4 ячейки которая была представлена в ассортименте у нас в магазине я нашла светло-серую минажницу приятный такой розовый оттенок мятный цвет и также была бежевая как по мне минажница довольно таки глубокая я не скажу что она маленькая в отличие от деревянных минажниц которые уже приезжали fix price возможно будет кому-то неудобно такой пользоваться но в принципе вот для работы с каким-то проектом для того чтобы положить какую-то вот мелочевку какой-то декор там возможно бумажки вырезушки где-то кружево пуговички еще какие-то элементы возможно это будет удобно по цене такая минажница получается 7 рублей белорусских это где-то 200 250 рублей россии не скажу что бюджетно но пластику минажницы довольно таки качественные поэтому посмотрите возможно вам такое нужно ну и закончить этот обзор по традиции я хочу в посуде именно в тарелочном отделе в котором я насмотрела две прикольные позиции первое это вот такая вот большая тарелка в виде яблока белая по составу это опаловое стекло и по формату тарелка получается 20 сантиметров она не глубокая прикольная можно использовать конечно же на кухне но мы говорим с вами про творчество поэтому я эту тарелку рассматривала как такой красивый элемент для кадра или там можно что-то хранить показывать вот как я вам показываю в тарелочках там ножики еще что-то по цене такая тарелка стоила 4 рубля это где-то 120 150 рублей россии это дешевле чем тарелка сердечко которое я вам показывала но она и по формату несколько меньше возможно вам такая штука нужна ну в общем посмотрите прикольная тарелочка в виде яблока которой я также нашла небольшую буквально крохотную парочку виде вот такой вот тарелочки соусницы такая маленькая белая крохотулечка тоже из-за палого стекла по формату на 8 сантиметров всего но довольно таки глубокая поэтому чисто вот как хранение какой-то мелочевки очень удобно будет возможно где-то топпинг насыпать и использовать его возможно маленькие ножики в этой соусницы хранить возможно краску разводить кто в общем что придумает туда можно эту тарелочку задействовать и кстати она естественно недорогая всего рубль 33 это где-то на российские деньги получается ну до 50 рублей я думаю 40 50 рублей будет такая штука стоить очень достойная качественная посуда тем более опаловое стекло оно не трескается так как вот доломитовые всякие штуки вот здесь у меня тарелочка она тоже из-за палого стекла очень качественная я люблю ее использовать и в кадре она у меня всегда стоит на столе и помогает мне в моем творчестве так что заканчиваю сегодня как обычно в кухонном отделе с такими яблочными тарелочками надеюсь вам понравились они и так снова привет смена кадра а все потому что у меня закончился один поход фикс прайс и я так сказать перед отпуском решила финально прогуляться там потому что по правде говорят долгое время не планирую быть фикс прайсе не планирую там что-то покупать гулять как-то обстоятельства скорее всего вряд ли мне это позволит делать поэтому я решила так основательно прогуляться скрупулезно изучить все что привезли туда новенького и конечно же сейчас я вам это все покажу но перед этим хотела рассказать о том что я все-таки купила сейчас я говорю вот о таких тарелочках это подсвечники они продаются в декоративном отделе вот с такими вот ножками подсвечники из металла можно вот послушать этот чудесный звук я решила взять в двух цветах ну потому что белый классический у меня есть уже маленькая беленькая тарелочка и черный возможно где-то для красивого кадра в мужских работах каких-то темных готических работах в общем мне понадобится такой антураж поэтому я решила взять два цвета как я уже говорила в таких маленьких тарелочках я храню всякую мелочевку мне очень удобно когда на столе стоит тарелочка с какой-то подборкой ножей возможно вот какие тут маленькие вот эти вот шестереночки сердечки еще какие-то варианты это очень удобно когда они под рукой и когда они лежат не в большой тарелке а вот в такой малюшки это действительно очень удобно гремят они все равно одинаково что в стекле что в металле поэтому тут абсолютно без разницы здесь конечно тут вот этих вот чудесных наклеек но вот здесь могу вам показать подсвечник на ножках диаметр 10 сантиметров ну и тут всякое такое состав сталь то есть она просто окрашенная и воду сюда я бы не советовала наливать но это ерунда как по мне все тут замечательно прокрашено никаких проплешин нигде нету наклейки я скорее всего очень аккуратно но а в принципе нету ведь они все это быстро снялась без каких-то проблем поэтому наклейки будут выкинуты а подсвечники точнее такие мини тарелочки будут пущены в дело по цене я уже говорила каждая из тарелочек стоила в 4 рубля но в принципе это достойная цена все-таки это не тарелка для еды это декоративный элемент хороший подсвечник качественный тарелку ту же стеклянную какую-то можно разбить то здесь как вы понимаете металл совсем другая история вот так что вот такая вот у меня покупочка в магазине fix price наверное перед отпускная решила себя побаловать ну и прикупить всякого такого интересного добра я давненько в фикс прайсе не лазила в цветочном отделе потому что ну как бы привыкла заказывать цветы с алиэкспресс и в большинстве своем цветы которые представлены в фиксе они крупноваты для какого-то красивого кадра всяком случае мне не очень нравится возможно это у нас такая подборка фикси у вас возможно будет совсем другая история поэтому обязательно посмотрите если вам нужно что-то для красивого кадра для красивого антуража где-то положить красиво веточку с бутончиками мне не очень нравится то что у нас представлена но опять же это вкусовщина друзья поэтому возможно вам такие цветы нравятся но я обратила внимание на декоративные веточки и всякую зелену у которой есть у нас fix price и например вот такая вот интересная ветка довольно таки длинная 62 сантиметра это действительно довольно большой размер ветка напоминает приятную натуральную зелень очень кстати хорошо прокрашена выглядит натурально крепкая не сильно легко гнется но для объемной композиции нужно определенно брать несколько штук тут вы точно не обойдетесь даже двумя наверное то есть для того чтобы создать красивую пышную какую-то композицию даже для красивого кадра не то что даже дома где-то поставить но я думаю штуки три точно нужно брать а стоит такая ветка 4 рубля на белорусские деньги это где-то 120 рублей россии не скажу что прям фаворит но то как она хорошо прокрашена и насколько она натурально выглядит привлекает внимание а вот второй вид веточек более пышный с мелкими такими зелеными соцветиями с мелкой вот зеленушкой яркой сочной пышной я не смогла очень пройти мимо таких лет не весенних оттенков зелени и решила себе эту веточку прикупить она как раз у меня находится в кадре и я себе взяла две штучки посчитала что возможно мне понадобится где-то в разных местах ложить зелену и создавать такой красивый зеленый островок в кадре но обратите внимание очень классные очень свежие очень сочные тоже очень хорошо прокрашена да это пластиковые ветки само собой но выглядят они очень даже классно и натурально так что веточка действительно очень классно я очень довольна и цена у нее кстати была весьма бюджетная 3 рубля на белорусские деньги это где-то 100 рублей россии я считаю что ну действительно лайк и кому надо обратите внимание хотя я видела эту ветку у девочек в кадрах возможно они уже все давно купили и только я вот с такой вот последний скажем так перед отпускной покупкой решила себе прикупить вот таких веток ну правда же классно они смотрятся в кадре я действительно максимально такие веточки советую себе присмотреть в декоративном отделе у нас фикс прайсе появилась классная новинка в виде вот такой настенной полки из дерева полка она длинная она интересная полка идет с бортиком как вы понимаете бортик дает возможность хранить на этой деревянной полке разные бьющиеся материалы допустим там банки краску возможно какой-то декор в общем такую тару для хранения которую вы боялись поставить боялись что она соскользнет куда-то упадет в общем полки интересные они стильные по дизайну вот как раз за счет этого бортика и у нас фиксе представлены три цвета белый цвет натуральный цвет такой деревянный и черный цвет цена у этой полки как вы понимаете не бюджетная 12 рублей но даже если сравнивать такой элемент с другими подвесными полками в общем конечно можно посмотреть я знаю что в россии а если руа мерлин возможно там будет дешевле купить какую-то такую подвесную полку с креплениями и это будет гораздо лучше гораздо бюджетнее гораздо качественные 12 рублей белорусских это получается где-то 350 рублей россии поэтому возможно у вас будет бюджет не приобрести но у кого нету в близком доступе от таких крупных строительных магазинов то обратите внимание фиксе есть вот такие интересные приблуды для организации хорошего творческого вообще домашнего пространства еще одна последняя новинка которую я заметила это вот такое прикольное панно в виде сердечка панно для заметок из фетра в отличие от панно рыбки которые я вам показывала несколько ранее это сердечко подвешивается на ленту и то есть она висит как такой декор на стене вместе с сердечком идут еще различные декоративные элементы честно говоря она больше детская но вот этот детский мусор можно выкинуть если вам просто нравится сердечко птички вот эти мелкие детальки какие-то ну это совсем не обязательно вот само сердце можно на него посмотреть сердце по формату в районе 30 35 сантиметров и цвета представлена в ассортименте у нас были мятные цвета розовые персиковые оттенки по моему даже где-то беленькая была ли такой бледно-бледно серая так что цвет себе подобрать сможете если вам такая штука нужна по качеству я скажу что фетр плотный фетр качественный выглядит ну ничего так можно на булавочках приколоть какие-то элементы возможно сделать себе такую импровизированную доску вдохновения такой mood board ну и разместить там то что вам нравится то что вас вдохновляет сейчас а по цене такая штука в отличие от рыбки стоит 6 рублей белорусских это где-то в районе 200 рублей российских в общем посмотрите штука прикольная ну и вдохновительная еще хочу обратить ваше внимание на наборы наклеек вот такие яркие прикольные наклейки в виде комиксов плюс еще идут с ними надписи набор тут интересен тем что здесь идет три штуки в наборе то есть три палетки наклеек которые кстати весьма качественные они яркие задорные в этом наборе много дизайнов но и как вы понимаете для молодежных для мальчуковых вот таких ярких каких-то проектов альбомов я думаю штука очень прикольная и очень годная сейчас у нас очень много коллекций в том числе таких дизайнов американских ярких прикольных задорных в общем активных таких принтов и паттернов которые можно поддержать таким декором и я думаю это будет очень даже современно смотреться по цене у нас такая штука стоит два с половиной рубля это где-то 50-60 рублей российских посмотрите кому нравится такой стиль я думаю это весьма хорошее вложение в районе всяких блокнотиков бумажек альбомов и так далее у нас появился набор офисной цветной бумаги ранее я вам показывала черную бумагу сейчас уже обнаружилась цветная бумага по 100 листов в наборе представлены пастельные оттенки по пять цветов в каждом наборе такую бумажку можно использовать для блокнотов для разделителей для каких-то элементов возможно вы сами сшиваете какие-то блоки и вам бы пригодилась в помощь вот такая вот бумажка по цене получается 9 рублей белорусских и где-то в районе 300 рублей россии не знаю выгодно ли такой набор брать фикси возможно в канцелярском магазине у вас этот набор будет стоить дешевле в анделе с канцеляркой я обнаружила вот такие прикольные стикеры цветные с различными рисунками стикеры собственно для заметок в наборе 340 стикеров темы представлены в ассортименте есть тема кофе есть тема тропических листьев а есть животные собачки котики в общем каждый может подобрать ту тему которая нравится ему конечно в творческом пространстве такую штуку можно использовать для заметок для вдохновения в общем не просто использовать какие-то белые или цветные кислотные цвета кислотные листики а вот здесь такой красивый блок с различными листами с различными принтами и кстати я видела этот блок показывала у себя на канале наташа клевер скраб и она показывала в подробностях этот блок она его листала там действительно классные принты я развернула посмотрела мне тоже понравилось тем более цена за этот блок получается 4 рубля это где-то 120 150 рублей российских посмотрите нужно ли это вам еще одна моя находка в канцелярском отделе это холдер для документов холдер из прозрачного пластика внутри которого много радужных цветных отделений ну или отверстий как это знаете холдер напоминает кошелек когда ты его открываешь он кстати на хорошем замочке открываешь и там много всяких отделений в которых можно хранить всякую мелочевку я считаю что такая штука хороша для хранения возможно коллекции ножей у кого не особо много ножей и хранить их в одном месте действительно может стать удобно хотя холдер не особо большой по длине он получается где-то до 20 сантиметров возможно даже сантиметров 18 16 ну вот где-то такая разбежка и по высоте мне кажется где-то 10 12 сантиметров к сожалению размер на самой бирки не был написан но могу отметить что пластик хороший прочный внутри хорошая разделитель никаких вот таких неприятных моментов плохих склеек там еще где-то клей торчит где-то еще какие-то треснувшие части нет ничего такого нету холдер действительно выглядит весьма качественно поэтому можно его использовать для хранения ножей для хранения вырубки возможно кто-то штампы туда пристроить ну или еще какие-то подходящие материалы для скраббукинга по цене получается 6 рублей белорусских и до 200 рублей россии посмотрите штука весьма качественная честно говоря в последнее время я редко захожу в косметический отдел только вот когда мне действительно нужно что-то купить для косметических каких-то процедур вроде спонжев или каких-то губок для мытья в общем лица для мытья фасада хотела сказать посмеялась над собой в общем редко я туда захожу а сейчас заглянула и мне кое-что приглянулось например вот такой набор флаконов набор в косметичке в прозрачной и внутри находится несколько флаконов различного формата два спрея одна бутылочка с крышечкой и три маленькие баночки набор представлены в очень приятных цветах крышек самые стильные такие высказала цвета для скраббукинга это у нас мятный цвет это нежный розовый цвет также у нас был белый цвет и возможно персиковый но это не точно такие флаконы можно использовать под спреи можно там разводить топинги держать можно хранить всякую мелочевку вот маленькие баночки вообще считаю топчик замечательно подойдут а я видела что некоторые девочки искали себе скажем так баночки для хранения вот вот всяких бисеринок вот такой вот мелочевки действительно поэтому посмотрите штука действительно классная тем более за этот набор хотят опять же 6 рублей белорусских это до 200 рублей россии я считаю не очень дорого косметичку можно задействовать для прямого назначения а вот флаконы как раз скраббукинге я думаю нам будут весьма весьма полезны в этом же косметическом отделе не могла не обратить внимание на появившиеся всякие декоры а в частности вот такой декор камешки для ногтей палетка состоит из четырех баночек которых представлены собственно говоря разные цвета разные варианты камешки представляют собой вот кристаллы как вот бриллиантики такие ограненные поэтому это не плоский топпинг но куда-то в шейкер очень даже можно насыпать и будет прикольно шуршать так хрустеть хотела сказать нет шуршать будет прикольно ну и собственно говоря радовать очень красиво переливаются цвета опять же цвета в ассортименте цена такому набору 3 рубля белорусских это где-то 100 рублей россии я считаю недорого если вам нужно срочно купить какой-то такой интересный прикольный топпинг также в этом отделе я обнаружила и вот такой декор для ногтей в виде пайеток а здесь уже идут три штучки в палетке в разных таких фигурных баночках цвета уже представлены более нежные в ассортименте и я обратила внимание что и топпинги точнее пайетки тоже представлены разные есть как и фигурные там более классические варианты так еще есть плоские такие маленькие пайетки которые тоже очень удобно добавлять как в виде топпинга так и куда-то в шейке конечно объем не особо большой как вы понимаете по сравнению с алиэкспрессом когда-то приходит же менее такая в 10 грамм это куда круче но если срочно что-то нужно для какого-то проекта или вот куда-то срочно нужен топпинг в шейкер и вы не можете скажем так долго ждать загляните фикс посмотрите цена топпингу 3 рубля белорусских опять же 100 рублей россии это недорого это быстро и в принципе это качественно поэтому лайк опять же по наводке наташи клевер скраб я обратила внимание мужском отделе на наборы кистей у нас фикс прайсе в отличие от наташиного фикса который рядом с ней который она посещает у нас были представлены кисти в наборе по пять штук с пластиковыми ручками тогда как наташа нашла у себя с деревянными в принципе для альтер скраба для которого собственно говоря мы и рассматриваем кисточки не для покраски стен или там каких-то поверхностей нет мы тут ориентированы на скрабукинг и творческое пространство поэтому я этот набор кистей рассматривала именно для альтер скраба чтобы красиво как-то заскрабить прикольный объект считаю что пластиковая ручка ничем не хуже деревянной тоже можно заскрабить но конечно приятнее более натуральный элемент какой-то держать в руках натуральный материал за 5 штук кисточек у нас в экспрессе хотят 6 рублей белорусских это где-то 200 рублей россии у нас строительном магазине за одну кисточку цена стоит больше чем здесь за набор из 5 штук тем более красить вот лично я такими кистями ничего не собираюсь а именно хочу их заскрабить сделать какой-то прикольный альтер скрам поэтому если мне вдруг понадобится я естественно пойду фикс и куплю такой набор чего кстати и вам советую опять же я заглянула в швейный отдел и еще раз там нашла наборы с нитками прошлый раз я показывала такую синя желтую палитру сейчас нам привезли цветной набор но уже в нежной палитре цвета мне очень понравились тоже 12 штук не так ама . за 4 белорусских рубля это где-то 120 150 рублей россии это весьма выгодно и как вы уже поняли можно легко подобрать свою палитру для самых разнообразных работ так что тоже ставлю лайк обязательно посмотрите какие ниточки есть продажи у вас ну и заканчивать мы будем по традиции в кухонном отделе среди новинок фиксе я обнаружил вот такие классные органайзеры прямоугольные из бамбука у нас фикси были представлены в двух размерах побольше и поменьше выглядят очень качественно внутри прошита ткань и на ощупь вполне себе годный такой приятный органайзер то что он выглядит натурально это конечно сто пятьсот лайков и хранить в такой штуке очень приятно думаю будет всякие разнообразные материалы ножи и штампы чеборд очень любой абсолютно любой материал который вы захотите туда поместить честно говоря когда вот я говорю про что-то натуральное у меня сразу возникает дополнительная мысль покрасить какой-то элемент какой-то декор но здесь за счет цвета за счет вот этого природного оформления мне сам по себе этот органайзер нравится и единственное наверно у него минус эта цена потому что цена 12 рублей белорусских и это получается где-то 350 рублей россии ну такое себе хотя возможно где-то в магазине для дома он будет стоить куда дороже поэтому посмотрите что выгодно вам но правда если бы у меня была комната или какое-то пространство в таком вот натуральном цвете в натуральных оттенках и я вот любила бы всякое такое деревянное держать у себя именно в скраб пространстве я бы обязательно себе приобрела также в кухонном отделе я обнаружила вот такие прикольно хлопковые мешки для хранения очень приятные натуральный цвет такой молочный низ чисто кипенобел или какой-то бежев а вот этот приятный натуральный молочный цвет мешочек идет на завязках по данным продавца мешок вмещает себя четыре литра чего бы то ни было по высоте могу сказать вам на глаз что это где-то 25 сантиметров для хранения какого-то материала возможно каких-то альбомов каких-то блокнотов каких-то проектов в общем такую штуку можно задействовать как для хранения каких-то материалов нужных вам в работе в дальнейшем ну или можно для упаковки использовать конечно же такой мешок можно использовать в домашнем обиходе но нам интересен скрабукинг поэтому друзья как вы думаете для чего можно применить такой мешок я обратила внимание у меня чуйка на то что это для скраба подойдет обязательно но как бы она есть поэтому накидайте вариантов как вы думаете для чего я разрываюсь между материалами и между готовыми проектами в общем напишите свои варианты в комментариях что вы об этом думаете еще одна очень классная находка на которой я обратила внимание это бутылка для соуса пластиковая на 500 миллилитров я думаю вариант его использования самый однозначный эта бутылка для клея кто покупает себе большие бутыли полиуретанового клея типа титана я думаю перелить в тару поменьше всегда будет удобно до 500 миллилитров это не 100 не 200 эта бутылочка а довольно таки крупная но у этой бутылочки есть тонкий носик и вполне себе приятные цвета крышек есть классический черный цвет есть еще красный но я думаю черный вообще универсальный пластик хороший поэтому друзья обязательно обратите внимание кто вот хотел себе тару для того чтобы разливать вот эти огромные бутылки клея обязательно посмотрите у нас за такую бутылочку хотят 3 рубля белорусских и это где-то 100 рублей россии я считаю очень выгодно ну и последняя моя находка которую также обозревали многие уже девочки в том числе и наташа те уже три раза говорю поэтому наташа тебя привет стеклянные баночки для хранения с пробкой натуральной пробкой в наборе идут две баночки которые у нас скрабукинге можно задействовать для топинга для различного мелкого декора вроде братцев пуговичек скрепок очень всякой такой мелочевки которую мы с вами очень любим использовать ну и плюс натуральный вид и вот это стекло плюс пробка это всегда очень классно и стильно смотрится цена за наборчик 3 рубля белорусских это 100 рублей россии где-то так я считаю тоже весьма выгодно весьма качественно можно составить целую батарею таких баночек и там хранить всякую мелочевку в общем материалов для хранения в фикс прайсе очень много поэтому обязательно зайдите посмотрите я считаю что она баночки действительно очень классные очень привлекательны и возможно когда-то там когда я пойду в фикс прайс я себе парочку возьму если они конечно еще останутся на полке ну что ж друзья вот такой вот у меня объемный большой и даже в двухэтапных дух заходный а получился обзор из магазина фикс прайс я надеюсь вам это было интересно я надеюсь вам понравилось и вы поставите пальчики вверх ну и кто еще не подписался обязательно подписывайтесь на канал но я пока буду делать перерыв все-таки отпуск это приятно не хочу пока бродить по магазинам есть другие дела и хочу больше заняться творчеством больше заняться скрабукингом ну просто уже сколько можно покупаешь покупаешь надо все-таки уже и садится за работу так что после отпуска планирую опять заглянуть фикс это уже будет ближе к сентябрю скорее всего и посмотрю что там новенького привезли и обязательно засниму это для вас но на этом моменте буду говорить вам до свидания спасибо всем кто был со мной на протяжении этого видео спасибо всем кто пишет и отмечается в комментариях спасибо всем за лайки это очень очень приятно ну и конечно увидимся в новых видео друзья до скорых встреч с вами была юля митра и пока пока